Добрый день, господа эрганеры и сочувствующие! Сегодня своим безжалостным и остро отточенным скальпелем Критики я буду препарировать мишени для тренировочной и развлекательной стрельбы отечественного производства. С их создателем Алексеем Осиповым мы уже сделали материал, и в нем он сказал, что его продукция имеет очень высокие эксплуатационные характеристики, а также сделана на очень хорошем качественном уровне, что ставит ее в один ряд с лучшими зарубежными образцами. Вот сегодня мы проверим, прав ли Алексей и действительно ли его мишени так хороши, как он о них нам рассказывал. Федор, а тебе нравятся мишени? Посмотри вот эти. Что скажешь, как упаковано, смотри. Начнем мы с упаковки. Упакована мишень в такой холщовый, на первый взгляд очень прочный чехол. Правда, насколько я знаю, это опция. В таком чехле, я думаю, что переносить мишень будет очень удобно. Правда, она может повредиться, хотя, в общем-то, она железная, что и будет. Думаю, ничего. Значит, что мы видим? Это, я так понимаю, основная часть сектора на мишени. Упаковано все очень хорошо. Есть кармашек на липучке, в котором лежат ножки такие. И не знаю точно, как эти штуки называются, но такие пропеллеры. В общем, пропеллеры. Все, больше ничего нет. Инструкции я тоже не нашел, но, значит, можно собрать и так. По опыту начну, пожалуй, с ножек. Снимаю ненужную бумажку, откладываю. Вот ножки такие, то есть они раздвижные, треугольные. Ну, насколько это хорошо, проверим. Ну и, соответственно, начинаю разбирать основную часть мишени, то есть сектор. Так, убираем в сторону бумажку. Ну что ж, какие мои ощущения? Мишень тяжелая достаточно, прочная вот. Сталь тут, ну, боюсь ошибиться, думаю, где-то миллиметра три, наверное. То есть рассчитано на легкие пули и небольшой калибр. Ну, вот, собственно, так она выглядит высотой где-то около приблизительно метра. Значит, приятная особенность. Вот с этой стороны ножки как бы слегка скошены. Это сделано для того, о чем, собственно, Алексей и говорил, чтобы можно было воткнуть их в землю просто без всяких ножек. Просто взять и воткнуть в землю. И стояла, чтобы она там, мишень, в земле. Это иногда очень удобно. Единственный такой барашек, который я вижу, откручиваем. И собираем. Крепится конструкция одним винтом, ну, то есть собирается, чтобы не сложилось. И все. Все достаточно просто. Потом вставляю в специальное отверстие для ножек, собственно, постамент и двумя барашками. Вот они здесь такие есть, эти барашки. Закручиваю. Вот, собственно, можно сказать, что мишень почти собрана. Теперь распаковываю вертушки. Запаковано все так добротно очень, чтобы не повредилось. Поэтому я думаю, что в процессе пересыла никаких проблем не должно произойти. Вот, что здесь. Два одинаковых сектора, то есть примерно полтора и примерно два с половиной сантиметра. Так. Закручено. Две гайки. Ну, то есть это специально сделано для того, чтобы можно было их законтрить. Закручено достаточно прочно. Этого я не ожидал, что будет так. Поэтому схожу за гаечными ключами. Ну вот, под рукой у меня оказались велосипедный ключ и маленький разводной. Значит, понадобится ключ на 10. Вернее, два ключа, чтобы открыть всю эту конструкцию. Потому что у меня, например, руками не получилось. Ну, может быть, среди вас окажутся более сильные и мощные парни. Тогда, конечно, мой проблем не будет. Что-то как-то я то ли я не то делаю. Ну, инструкции просто нет. Хотя... А! В общем, я затупил. По-настоящему откручивать ничего не нужно. И нужно просто внимательно посмотреть, что с обеих сторон отсекторные мишени, вот в этих металлических направляющих, есть отверстия с резьбой. И вот эти мишени дополнительные, они просто вкручиваются в эти отверстия, и всё. То есть ничего откручивать, никаких гаек не нужно. Это можно сделать руками. Ну, раз уж я сходил за ключом, то можно докрутить и ключиком. С другой стороны то же самое. Придётся немножко всё-таки ключом поработать, потому что вкручивается туговато. Но это может быть первый раз. Я думаю, потом уже когда краска будет первым проходом уничтожена, то можно будет выкручивать и выкручивать руками. Но в любом случае ключ на 10 вам пригодится. Вещь вообще мужская и нужная. Таким образом, что мы имеем? Мы имеем секторную мишень с красивой надписью Made in Russia. Produced Осипов А.Н. Тут все контакты написаны. И две мишени вращающиеся. Один очень важный нюанс. Вот в эту часть мишени можно вставить ещё и бумагу. То есть что вы хотите портрет любимой вороны или суслика или просто мишени круглые любые нарисовать и вставить сюда. Вот я опять-таки забыл их с собой захватить, но сейчас это я исправлю. Вот собственно я исправился. Захватил специально приготовленную для этого теста нашу фирменную мишень и буду пытаться вставить её на то место на которое нужно. Значит такие угловые кронштейники с барашками с барашками сзади. Немножко нужно их ослабить и можно вот так зафиксировать мишень стандартного А4 формата. Ну что можно сказать? В целом процесс сборки не принёс никаких сюрпризов, кроме того, что мне пришлось бегать за гаечным ключом, хотя как оказалось он в принципе и не нужен. Собралось всё достаточно просто, быстро. Потратил я на это около минуты, но в общем это хорошо. Мишень собрана. Таким образом что мы имеем? Мы имеем абсолютно полноценную секторную мишень с внятно работающими секторами центральным, четыре боковых, но собственно как положено такие маятники они не заедают и достаточно хорошо вращаются вокруг своей оси как и должны. мишень дополнена двумя секторами примерно два с половиной и полтора сантиметра с двух сторон, хотя есть возможность укомплектовать более широкими размерами вот этих вот вращающихся пропеллеров, то есть можно их делать больше, меньше и так далее. Выглядят они прилично, сталь тоже толстая, вращаются весело и задорно. ну и плюс к этому мы имеем возможность установить мишень бумажного формата, то есть с изображением любимой вороны, суслика или нелюбимого кого-то. Можно ограничиться кружочками, как я это сделал, тоже неплохо. теперь я попробую мишень упаковать обратно и сложить ее уже не разбирая полностью, то есть пропеллера оставить на месте. Интересно, сколько времени на это у меня уйдет. ножки все-таки вынем, вернее ослабим, проще ее разбирать конечно стоя, лежа слишком много возни будет. винтики не теряем, они нам еще пригодятся. кстати, сзади есть специальное такое вместилище винтиков, то есть видимо для этого оно и сделано специально. Складываем, вынимаем, немножко у меня перекосилось, но это с первого раза может быть такое. Единственное, вот мишень болтается, поэтому вот этот чехольчик, который шел в комплекте, лучше наверное не выбрасывать. Так, примеряем. по моим ощущениям все должно сложиться. Единственное, вот эти ноги нужно как-то постараться разместить по-правильному. Нет, все-таки не получилось один пропеллер, придется все-таки снять. Ну что ж, процесс разборки-сборки завершился. Теперь осталось протестировать эту мишень стрельбой и попробовать провести полноценную тренировку. посмотрим, на что годится это произведение российской мишениной промышленности. Вперед! Ну что ж, пришла весна, безусловно, тянет на улицу, и я это использовал как повод для того, чтобы опробовать на практике вот эту секторную универсальную мишень. Собственно, я выбрал место, где нет ни домов, ни людей вокруг и могу совершенно безопасно пострелять, потренироваться. Устанавливаю мишень. Ну, сейчас снег рыхлый, устанавливается она очень хорошо, даже совершенно не шатается. почему важно ее установить вертикально, потому что флажки, которые обозначают сектора, могут вести себя не совсем корректно, если мишень будет стоять под углом, показывать будут не совсем то, что нужно. собственно, вот, мишень установлена, пора пойти на огневую позицию и заняться стрельбой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что могу сказать? Пострелял, получил удовольствие, мишени понравились. И вот почему. Ну, во-первых, информация. Я получил всю информацию по поводу того места, куда попадает пуля. Причем, как с помощью верхней части, то есть секторной, так и с помощью нижней, то есть бумажной. Верхняя часть, она дает понимание такое общее, а нижняя уже более точная. То есть, вы точно знаете, куда именно прилетела пуля по дырочке в бумажке. Это особенно важно, когда работаете с верхними маленькими секторами флажка, которые размером примерно около полутора сантиметров. бумажная часть, ну и бумажная часть, точка. И что касается развлекательной стрельбы, то, безусловно, в нижнюю часть вы сможете повесить фотографию своего любимого мультипликационного героя или, наоборот, нелюбимого. Ну, или там, к примеру, изображение зверька, которого хотелось бы убить, да жалко. Ну и, конечно, получить удовольствие от попаданий и вращения после него вот этих вот верхних флажков металлических и, собственно, секторов на мишени. То есть, и фан, и тренировка в одном флаконе. И, конечно, восхищает тот факт, что сделано это у нас в России, сделано добротно, совершенно не уступает зарубежным аналогам, а, может быть, даже и превосходит. По крайней мере, это точно совершенно касается прочности конструкции и качества материала. Сталь действительно хорошая и от пурек не помялась. Хотя, конечно, окончательные выводы можно будет сделать только после того, как мишень прослужит какое-то количество времени. Но, думаю, об этом я еще сообщу. В общем, вещь хорошая и достойная. На этом все. Попадайте только в яблочко. Всего хорошего. До следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok